Меня зовут Маша, мне почти 16 лет, почти, и я учусь в 10 классе, но сейчас не про это. Сейчас про чудесное лето, которое к школе не имеет отношения, и про то, что, в принципе, я действительно чувствую, что я научилась ставить цели. Суть в том, что ближе к концу программы у меня набежало целей 13, которые пересеклись со всеми моими целями, и, в общем, это как-то сумасшедше. Первой целью у меня был мой проект, который абсолютно как для журналиста, он был про еду, потому что я люблю еду, и он был про людей, потому что я люблю людей. У меня получилась такая, получится, еще не получилось, маленькая книга с кулинарными рецептами и историями, но больше как статьи, я планирую делать это как статьи. Это была моя основная цель на протяжении всего лета. То, что я хочу сказать огромное спасибо своему куратору, потому что я без нее просто... Я бы не смогла бы строить цели, у меня было проектов еще 10, но они мне не так понравились, а тут человек сказал, это нормально, это клево. Я такая, да, теперь у меня появилось место, в которое я хочу поступить, это высшая школа экономики, и я очень-очень сильно к этому стремлюсь. Я хочу поступить на бюджет, я пойду либо на мировое отношение и экономику, либо на востоковедение. Немного разные вещи, я знаю, но мне нравится и то, и то. Я начала учить язык, который я хочу учить уже достаточно давно, это японский. Я научилась, на самом деле, правильно со временем обращаться. Папа называет это умным словом time management, но нет, это не совсем оно. Хотя, неважно. И это было достаточно прекрасно, потому что, когда у тебя, допустим, ты знаешь, что тебе нужно поспать 2 часа как минимум, потому что иначе ты просто насвихнешься, а у тебя есть то-се, тебе нужно сделать прописи с хироганой, тебе нужно сделать домашку, тебе нужно сделать кучу всего и лебедей из бумаги, ты просто понимаешь, что ага, это делаем так, 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 еще с портал сходить, это можно впихнуть и совместить с чем-то. Ну, примерно так я и писала эссе по Гамлету, я смотрела Гамлета на дорожке, а потом писала эссе. Так что я что хочу сказать, это не только поможет вам правильно расставить цели, это еще и простраивание пути до этой цели, когда ты что-то простраиваешь, и, ну, то есть у тебя есть, возьмем цель, это цель, условно, а это точка, на которой находишься ты, и между ними есть какой-то отрезок, и тебе просто нужно хотя бы примерно понимать, за какое время ты проходишь этот отрезок, и когда ты понимаешь, что, когда ты умеешь адекватно оценивать этот отрезок, то есть не ставить себе какие-то рамки, в которые ты просто никак не впишешься, или впишешься, ну, просто, блин, с ужасными последствиями для нервной системы, для пищеварения, для сна, для всего, не надо так, цели достигаются, они достижимы. Я не говорю, что тебе нужен, например, ты хочешь сдать книгу, ставь себе там 10 лет и расслабься вообще. Нет, подход к цели должен быть четкий. Меня тут этому научили, спасибо огромному куратору. Все нужно, нужно хотя бы чуть-чуть ей заниматься, но периодически, но при этом не надо превращать это вот в запихивание в себя какой-то овсяной каши, которая вам не нравится. Превращайте это, ну, то есть у вас есть 20 минут, вы поборите лень, возьмите то, что вы хотели сделать, и посмотрите это, не пихайте это себе в глаза, просто, ну, посмотрите свежим взглядом, отредактируйте то, что у вас есть уже, или просто посмотрите на это. И на самом деле самое важное, что я хочу сказать, что я сейчас как никогда понимаю, что цели, которые ты ставишь, они достижимы. Ну, то есть это возможно. Это не какое-то абстрактное будущее. Ну, то есть у меня есть какие-то цели заряда полумечты, полумечты, а есть цели, которых я сто пудов допьюсь. И ты просто их не обязательно, их обязательно отличать, вернее. Но что я хочу сказать, очень важно, идя к своей цели, помнить и о том, зачем ты это сделал. Потому что если у тебя в какой-то момент пропадет мотивация, это очень обидно бывает, потому что, например, ну, не знаю, пять лет вкалывал в школе, чтобы поступить в какой-то институт, а в одиннадцатом классе ты задумался, зачем тебе это вообще нужно. Конечно, эти усилия просто не пропадут так, но это все равно достаточно обидно. Поэтому запоминайте свою мотивацию и прописывайте ее. И планируйте время, это реально очень клево. Я стала успевать раза в три больше всего. У меня есть время на то, что я люблю, и есть время на то, что нужно. И у вас все получится.